Всем привет и добро пожаловать на мою газете кухни. Сегодня мы с вами откроем косметичку от фирмы Flacon, которую они сделали совместно с брендом 99 Recycle. Вот такая вот косметичка. И посмотрим, что же там внутри. Там много всего интересного. Я ее уже открывала, кое-что даже тестировала. И мне кажется, эта косметичка очень классная. Стоила она 2690 рублей, а наполнение здесь явно поинтереснее, чем на 2690 рублей. Давайте же доставать. Я не буду смотреть. Что-нибудь хочется поинтереснее сразу достать, а не какой-нибудь... Ну, окей, ладно, хорошо. Clorans – это увлажняющая эссенция. Здесь у нас миниатюра 20 мл, полноразмерной версии 75 мл. И стоит она на сайте Clorans 2340 рублей. Что про этот спрей пишут? Легкий спрей моментально освежает и увлажняет кожу. Хорошо увлажненная кожа становится гладкой и упругой, излучает здоровое сияние и чувствует себя комфортно в любых обстоятельствах. И что же там дальше? Ой, там большая штука, она, мне кажется, не очень интересная, но все равно про нее расскажу. Это сухой шампунь от Schwarzkopf. Got to be. Got to be называется. Здесь 100 мл. Полноразмерная версия 200 мл. И стоит полноразмерная версия 399 рублей. Надеюсь, что-то сейчас будет поинтереснее. Это St.Morris увлажняющий лосьон для постоянного загара, для постепенного загара. Здесь миниатюрка 70, точнее даже это travel версия 75 мл. Полноразмерной версии 200 мл. И стоит она 999 рублей. Бархатная нежирная текстура лосьона с приятным фруктовым ароматом идеально подходит для ежедневного увлажнения кожи. Лосьон не только увлажняет, но и при ежедневном применении придает коже золотистое сияние легкого загара. Говорят, он вкусно пахнет. Итак, чем же он пахнет? Он пахнет ничем. А если так? Ммм, такой действительно очень легкий запах персикового йогурта. И чуть-чуть рыбы. Смотрим, что же дальше. Овены. Термальная вода. Ее достаточно часто кладут в разные коробочки, в разные боксы. Я думаю, что у многих уже была возможность ее попробовать. Здесь 50 мл. Это travel версия. А нет, вру. Это полноразмер. Стоит эта вода 437 рублей. Что обещает производитель? Обещает, что эта вода будет успокаивать кожу, снижать раздражение и увлажнять. Производители рекомендуют использовать эту воду в разных обстоятельствах. При раздражениях, при покраснениях, при сухости кожи, при раздражениях под подгузниками, после бритья, после физических упражнений, в путешествии, после эпиляции. Ну, в общем, всегда, когда ваша кожа чувствует себя немножечко раздраженной или сухой, ее можно использовать. Я ни разу еще не использовала. Моя кожа не так часто чувствует себя раздраженной. Но, тем не менее, попробуем. Смотрим, что дальше. Смотрите, она немножечко уменьшилась. Там уже не так много. Интересная штучка. Это совсем небольшая, но мне нравится, что это Kiehl's. Я очень люблю Kiehl's. И не все продукты этой фирмы пробовала. Мне будет интересно попробовать. Это увлажняющая сыворотка. Полноразмерная версия стоит 1920 рублей. В ней 15 миллилитров. А здесь у нас миниатюрка в 5 миллилитров. Обещаю, что эта сыворотка будет увлажнять кожу, сокращать мелкие морщинки, уменьшать следы усталости и признаки старения. У нее такая очень легкая гелевая текстура, и она в кожу сразу уходит. Вот это супер. Мне такие штуки очень интересны. Обязательно буду пробовать. Едем дальше. Тут еще одна сыворотка есть, я знаю. Сейчас ее попробую найти. Вот, вот. Сыворотка Luminé. Тоже сразу попробую ее консистенцию. А она совсем другая. Она тут как будто бы тоже йогуртовая. Вот сегодня у меня йогурты в голове. Если честно, я вот к фирме Luminé всегда отношусь с осторожностью. Я не очень понимаю, как это как бы и не бюджетная косметика, и не люксовая косметика. И что они там нам предлагают, я не совсем понимаю. Здесь 15 миллилитров. Полноразмерной версии 30 миллилитров. Стоит полноразмерная версия 2490 рублей. Ну так, уже по цене близко к люксу. Ну, мне кажется, что должны. Должны Luminé не обманывать нас. Продолжаем. Вот, еще, еще одно средство увлажнения. Это фирма Pika. Это азиатская, корейская даже, наверное, фирма. Это увлажняющий крем. Ни разу не пробовала эту фирму. И вообще мало корейскую косметику использую. Здесь, наверное, 50. Да, здесь 50 миллилитров. Это полноразмерная версия. Стоит 900 рублей. Ой, какой он клевовый. Он такой миный. Посмотрите. Это как вся корейская милота. Ну, что пишет производитель? В принципе, пишет тоже, что и все. Увлажняет обезвоженную кожу. Сокращает признаки старения. Защищает кожу от снижения эластичности. Ну, мне кажется, что может быть. Может быть. Да, он такой приятненький. Приятненький. И тоже вот скорее в сторону увлажнения, чем в сторону жирности. Я не очень понимаю, кстати, кремы, которые делают кожу жирной. Но, может быть, другим людям они подходят. Тут немного осталось. Но давайте, хорошо. Давайте я вот тут конфетку достану. Прямо вот конфетку. Это губная помада фирмы MAC. Она окупает сразу почти всю косметичку, по-моему, даже сразу. Сейчас скажу, сколько она стоит. Она не совсем окупает. Она стоит 1850 рублей. Это новая губная помада с органовым маслом. Обещает даже увлажнять немножечко кожу. Пахнет. Пахнет ванилькой. Пахнет ванилькой. Пахнет ванилькой. Текстура классная. Действительно очень красивая, интересная. Ложится ровно. Ну, блин, это MAC. На мой взгляд, это прям звезда этой косметички. Итак, что там дальше, что там дальше, что там дальше. Хочется то, что-нибудь интересненько достать. Ну, окей, давайте. Вот. Это или масло. По-моему, это масло. Да, сухое масло. Сухое масло зейтун. Ну, наверное, тоже многие знают, что зейтун сейчас кладут во все коробочки, тоже косметички и активно продвигают. Причем это достаточно недорогая косметика. По качеству, ну так, соу-соу, конечно, далека она от люкса. Вот. Но в то же время там иногда бывают интересные продукты. И вот эта штука очень похожа на масло Нюкс. Ну, если вы знаете, есть сухое масло Нюкс. И оно тоже есть с шиммером. И вот они очень похожи. По-моему, они даже по запаху похожи. Сейчас я попробую. Ну вот, единственное, я не очень понимаю вот смысл такой пипетки. Она не суперудобная. Какая-то очень странная. Вот. И масло это прям с таким, с шиммером, с шиммером. Оно не очень хорошо впитывается, но, наверное, как впитается, оставляет такой очень красивый шиммерный, ну, как бы, блеск. Это миниатюрка 10 миллилитров. А в полноразмерной версии у нас сколько? 100 миллилитров. 100 миллилитров стоит это масло 518 рублей. Кстати, намного дешевле, чем масло Нюкс. Я очень долго раньше гонялась за маслом Нюкс и думала, вау, 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 это такая крутота, все от него в восторге. Но, честно говоря, я не была в восторге. И оно еще достаточно дорогое. А вот эта штука явно дешевле и очень, мне кажется, конкурентно способна. Едем дальше. У меня тут уже все руки во всяких средствах интересных. Тоже, да, такая штучка. Это матирующие салфетки от фирмы Шерри. Здесь 50 штук в этом наборчике. Я пробовала уже эти салфетки, тоже не очень могу сказать, что прямо они какие-то супер-супер. Но, наверное, иногда могут быть полезны. Здесь такие небольшие промокашечки. И если у вас есть жирные пятнышки на лбу, то можно промакать, промакивать. Как бы жир остается, она впитывает жир, и жир остается на этой салфеточке. Едем дальше. Масочки. Сейчас попробую про них что-то понять. Это маска фирмы Китуа, с сужающей поры с чайным фитокомплексом и экстрактом папайи. Стоит такая маска 115 рублей. Она тканевая, вроде бы тканевая. А вот это патчи под глаза, по-моему, это термо-массажный патчик, это плазма. 35 плюс. Ну, для возраста 35 плюс. Они разогревают, они заполняют морщины, они снижают стресс. Вот. В общем, какая-то прямо тут только серьезная у них работа происходит. Как я поняла, могу ошибаться, что вы их наклеиваете на глаза, и они там разогревают, и увеличивается приток крови, и ваши глаза начинают волшебно сиять. Как-то так. Стоимость. Сколько они стоят? Они стоят 425 рублей за упаковку из четырех штук. Здесь у нас в упаковке две штучки. Ну что ж, едем дальше. Skin Helpers. Тоже интересно, как сейчас эту марку продвигают, кладут тоже в разные косметички и в разные боксы. Это Facial Tonic написано. Вот балансирующий тоник для лица. Здесь 30 миллилитров. В полноразмерной версии 200 миллилитров и стоит полноразмерная версия 1169 рублей. Нет, 1190. Обещают, что будет убирать остатки загрязнений, обезжиривать кожу, помогать удалять остатки макияжа. Что-то среднее между митиляркой и тоником. Продолжаем. Продолжаем. Тут совсем чуть-чуть осталось. Прям капельку. Я могу даже высыпать. Веледа. Цитрусовое молочко для тела. Я его уже использовала. Мне оно очень понравилось. Оно пахнет вкусно. Такой, знаете, как... Такой запах, как у лимонной карамельки. Какие плюсы у этого средства? Оно очень быстро впитывается. Приятно пахнет. И запах такой тоже легкий. Мне очень понравилось это молочко. Оно не жирнит кожу. При этом такое легкое увлажнение. Здесь миниатюрка 20 миллилитров. В полноразмерной версии 200 миллилитров. И стоит полноразмерная версия 1275 рублей. Вот эта штука называется мотипенка. Что такое мотипенка? Если кто-то знает, напишите в комментариях. Я не знаю, что такое мотипенка. Но это пенка для умывания. С персиком. Да, запах у нее тоже такой персиковый. Ассистенция скорее такая гелевая. Но пахнет очень вкусно. О, боже, как вкусно пахнет. Да, это корейская. Это корейская фирма. Ну и, как всегда, корейские фирмы, они и дизайном берут, и запахом. И, в общем, на все, что могут нас, приманивают своей мимимишностью. Производитель обещает придавать коже мягкость, бархатистость, снимать воспаление и улучшать цвет лица. Здесь 30 миллилитров. В полноразмерной версии 120 миллилитров. И стоит полноразмерной версии 564 рубля. Ну, мне кажется, эта штука интересная. Я обязательно попробую. Дальше. Филорга. Age Purify Mask. Я очень уважаю фирму Филорга. Она очень... Такой интерес большой у меня вызывает. Пишет, что это корректирующая маска двойного действия. Она корректирует морщины, корректирует несовершенство кожи, уменьшает поры, покраснение и убирает жирный блеск и угри. В полноразмерной версии 75 миллилитров и стоит в полноразмерной версии 4410 рублей. А здесь у нас 7. Такая вот милаха. Ну что ж, дальше. Ну, давайте пусть будет карандашик. Здесь у нас карандашик от Beauty Bomb. Это карандаш для бровей. Ну, цвет коричневый, конечно, каштановый какой-то. А, оттенок 01. 01 оттенок. И вот здесь у нас с одной стороны такой выдвигающийся грифель. Можно рисовать тоненькие полосочки. А с другой стороны щеточка. Стоит этот карандаш 289 рублей. И последняя штучка, которая у нас в коробочке, это Biore. Это солнцезащитный флюид. Но в то же время его можно использовать и как увлажняющий крем, и как базу под макияж. Тоже корейская, ну, вот из серии корейской косметики. Тут 15 миллилитров, полноразмерной версии 50 миллилитров. И стоит полноразмерная версия 1479 рублей. Что же про него пишут? Невероятная, ультралегкая текстура, абсолютно невесомая на коже. Отходит для ежедневного ухода круглый год. На этом все. Мы посмотрели все средства. Стоимость косметички, вот как я уже говорила, 2690 рублей. Тем не менее, продуктов здесь на, по-моему, 9 тысяч. Да, на 9196 рублей. И таким образом выгодность это составляет 6600, нет, 6506 рублей. Вот, в общем, суперкрутая косметичка. И тут дело даже, конечно, не столько в той выгоде, которую мы получаем, сколько в этих продуктах, которые интересные, которые прикольные, которые хочется пробовать. Ну, и для меня это необычные продукты. Сама я, например, не покупаю такие штуки, и мне будет интересно попробовать. В общем, всем спасибо. Спасибо, что досмотрели до конца. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...